Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, уважаемые подписчики моего канала, сегодня у нас очень интересный эксперимент и попутно мы протестируем на тягу два вот этих красавчика двигателя. Если мне все понравится, я даже ссылки оставлю в описании на их приобретение. Потому что когда я тестировал вот этот мотор, который мне не очень понравился, все хотели его приобрести, но ссылки я не оставлял. Тяга желтого движка на 30 дюймовых пропах была 10 килограмм и подпрыгивала до 15, но при этом он уже начинал дымить и вонять. То есть эксплуатировать его в таком режиме нереально. Ну а мне бы хотелось, чтобы я мог получить 20 килограмм тяги и при этом работа была нормальная совершенно. Почему-то я очень большие надежды возлагаю на эти моторы. Надежды эти вполне обоснованы, потому что и производитель думает, что они могут выдать 20 килограмм тяги. Вот в этом видеоролике мы как раз таки и протестируем все это дело. Но так как у меня в наличии два мотора и две пары винтов, мы можем проверить в работе соосную схему. То есть это тот случай, когда два двигателя у нас, например, вращают винты в разные стороны. Тяга по идее не должна удваиваться, а быть немножко меньше, чем тяга от двух отдельных двигателей. Мне что-то в это как-то не хочется верить, друзья. Потому что очень много техники, на которой эту схему используют. Возьмите, например, самолет Ту-95. Это один из самых экономичных самолетов в плане дальности, грузоподъемности и вообще совокупности всех этих параметров. И там, если бы мы имели потерю, например, 10-15 процентов тяги от использования двух винтов, то мне кажется, просто-напросто конструктора бы от этой идеи отказались. Но все источники говорят, что тяга должна уменьшаться. Вот это хочется проверить. Мы возьмем два двигателя, установим их на алюминиевый вот этот мегапрофиль жесткий. И будем тестировать сначала один, а потом сразу два. Взял все-таки немножко другой профиль. На этом будет сделать проще. Он квадратный. Сложнее всего второй двигатель будет прикручивать, потому что как-то надо будет исхитряться вот туда залазить вовнутрь. Пришлось помучиться, но таки закрутил вроде бы. Да, ребята, если кто-то по каким-то странным обстоятельствам, находясь на этом канале, не знает, что это за моторы, Это БК двигатели бесколлекторные. Они очень мощные. Они на неодимовых магнитах. Конкретно эти около 4 киловатт по мощности. Сами понимаете, это не кисло. Просто так они не запускаются. Нуждаются вот в таких устройствах. Это регулятор оборотов. К нему подключается батарея. Здесь, по-моему, на 50 вольт они. А с другой стороны, каждый имеет три конца. Можно запитывать двигатель. Раньше меня спрашивали, могут ли такие моторы работать в качестве генератора. Значит показываю. Во-первых, крутим, свободно крутится. Делаем вот так. Все. Делаем так. Плавно стало, но еще тяжелее прокручиваться. Сейчас мы подключим провода и запитаем второй мотор от них. Попробуем покрутить. Ток здесь вырабатывается, причем на очень малых оборотах. Как я кручу первый мотор, точно так же реагирует и второй. Правда, есть приличное усилие. То есть это не лучший вариант использования. Но тем не менее, видите, электроэнергия вырабатывается. Подключу автомобильную лампу 12 вольт 55 ватт. И посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, вам видно, ребята, что даже вращая рукой, есть какой-то поджиг. Немного краснеется. Можно, видите, даже в обе стороны вращать. Только ярче становится. Так что получается в качестве генератора явно можно использовать такие моторы. Причем в качестве низкооборотистого генератора. Винты имеют тягу в эту сторону, вот туда. Но вращаться они при этом должны в разных направлениях. Примерно так. Моторы эти на 90 кВ, то есть 90 оборотов на вольт. Из-за этого они очень эффективные должны быть. Минимальные обороты. Видите, как медленно крутится? При всех этих тестах все время сталкиваешься с глобальной проблемой. Как же это сделать более-менее точно и правильно? За время существования блога я уже сделал, наверное, штук пять стендов различных. Ну и под эту соосную систему тоже придется сваять что-то свое. Не знаю, правильно это будет или неправильно. Но купил 4 колеса, ребята. 4 баллона и сейчас буду делать алюминиевый стенд. Типа тележки, к которой можно будет прицепить весы. Если стенд будет неправильный, напишите, как бы его сделали вы. Ребята, стенд готов. Пока я его создавал, придумал еще один эксперимент. Честно говоря, очень много раз задавали мне вопрос, а почему бы, например, не поставить вместо двух лопастей 4? Вот мы как раз таки и проверим, что будет, если сделать винт 4 лопастным. Значит план, ребята, сейчас у нас такой. Пробуем, на что способен один двигатель и один винт. Потом делаем вот так. А потом ставлю все винты и будет у нас соосная схема, как на Ту-95. Выбрал такую локацию, что даже некуда крепить. Ребята, придется крепить к автомобилю. Возможно, даже оно сдвинет его с места. Сегодня все будет по-модному. Подключил мои весы, которые до 150 килограмм измеряют. Подключил ваттметр. Мы узнаем мощность, ток и прочее. И подключил все это дело на приемник, чтобы от пульта запитывать. Смотрим, как выглядит. Звук, конечно, божественный. Мощность должна быть адская. Ребята, стартуем. Все работает. Ток был 59 ампер, 2,8 киловатта. Здесь максимальные значения остались. Конечно, тяга в почти 12 килограмм меня не устраивает. Это крайне мало. Но фишка в том, друзья, что эти движки под более крупные винты. Здесь маленькое КВ. КВ 90. То есть 90 оборотов на вольт всего лишь. И чтобы понять максимальную тягу, нужно поставить второй винт. То есть он станет уже сейчас четырехлопастным. И тяга увеличится. Потому что увеличение количества лопастей позволяет уменьшить диаметр винта. Вот и вся магия вот этих вот больших количеств лопастей. Сейчас мы узнаем, какой выигрыш нам дадут 2 дополнительных лопастей. Выглядит, конечно, устрашающе. Мне, честно говоря, и самому любопытно, какая будет сейчас прибавка. Поменял на свежую пару батарей, потому что чуть-чуть я эти две высадил. И давайте попробуем. Я увидел цифру в 14 килограмм тяги. До 20 не дотянуло. Видимо, нужен винт с меньшим шагом винта. Смотрим на параметры. 88 ампер и 4100 ватт. Выдал этот двигатель. Итак, ребята, что получается? При двухкратном увеличении количества лопастей, с двух лопастей на 4 мы повысили, тяга возросла менее чем на 20 процентов. А ток примерно на 30 процентов увеличился. Увеличение тока непропорциональное связано с особенностями работы без коллекторных двигателей. Чем больше ему киловатт даешь, тем он как-то менее эффективно работает. 20 килограмм тяги я опять не достиг. Поэтому придется ту технику, которую я задумал, делать именно на них. В общем-то они все равно в разы лучше, чем тот желтый. Этот двигатель не греется. Он быстрее посадит батареи, чем разогреется. Потому что с таким диким током я даже не знаю, какие батареи надо использовать. Какие-то раза в три-четыре больше. Потому что двигателя будет четыре использоваться. И такие вот дела. Ладно, давайте максимальную тягу сейчас устроим. И сравним, что будет, если включить соосную схему. То есть по идее должна тяга в два раза возрасти. 14 килограмм умножаем на два. Получается 28 килограмм. Но как это будет на деле, мы посмотрим. Ту-95 готов к взлету. Дай немножко газу. Страшно? Кто говорит, что не страшно? Давай. Сдувает по-настоящему. Сдувает, да. Включаю весы на 0. Всё. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Включай. Включай. Жесть. Что-то весы не работают. Ноль, ноль. Всё, давай. Пошёл. Гнётся? Я не знаю. Звук какой-то стоящий. Звук не говори. Давай ещё. Сейчас посмотрим, едет машина или нет. Вырубай. Ну звук жёсткий. Но тяга всего лишь... Сколько там было? 20 килограмм? 20. Ну может до 21 раскачивалась. Вот так, друзья. С 14 до 21. Вывод делаем такой, что не особо-то эта соосная схема, что даёт. Ещё интересно, падает ли нагрузка. Нагрузка должна, по идее, падать на движки. Да, получается было 70 ампер максимум и 3,8 киловатта на каждый двигатель. Всё-таки я хотел бы, чтобы каждый двигатель по 20 килограмм. А соосная схема 40 килограмм давала. А ну видите как? Реально маленький КПД получается вот при такой компоновке, к сожалению. Немного с толкача, но поехали. Ну что ты джазу чуть-чуть попробуешь дать? В последние часы КПД не уже продолжал процентов. Удачен, давай. Ну ничего серия, погода придет-п inning. Ты хочешь поставить Мы вообще-то добивались другого. В итоге, что у нас получается? Я собирался с одного мотора из двух лопастей выжимать 20 килограмм. Что и написано на сайте. Но я пока проверить никак обратно я не могу, ребята. Потому что у меня двигатель 90 кВт. А с 30-дюймовыми винтами, с теми которыми я это все совершал, такие моторы при 120 кВт выдают всю эту тягу. И получается, что мне пришлось второй мотор подключить. Да еще и сделать каждый винт 4-х лопастным, чтобы получить мои 20 килограмм тяги. А так 12 килограмм всего лишь. Придется мне сюда заказывать другие винты. Закажу винты те, что надо на 35 дюймов и тогда все будет выдавать. Почему же я заказал на 90 кВт? Это очень важно. Эти двигатели немножко более экономичные. То есть они экономят энергию, когда не нужна большая мощность. Но на несколько процентов в итоге коптер будет дольше летать. Но обороты меньше у двигателя и приходится ставить большие винты, чтобы получить большую тягу. Испытания показали, что двигатели не греются, все с ними нормально. То есть буквально градусов на 5 более горячие, чем окружающая среда. Это совсем не существенно. То, что выдают свои киловатты, это тоже доказано. Но вот какая-то такая ситуация. Так что кому было интересно, ребята, мы все узнали в этом видео. Получается две дополнительные лопасти к имеющимся. Добавят примерно 15 процентов тяги и большое количество энергии нужно тратить на это. А если сделать соосную схему, как на Ту-95, то есть ни о каком двукратном увеличении тяги говорить не приходится. Тяга добавляется примерно на 50 процентов всего лишь. Хотя если быть честным, потери мощности большой не происходит. Просто передний винт разгружается, потому что этот как бы всасывает. Ну и соответственно, так как передний создает напор, этому тоже не особо тяжело. Потому что он уже под напором работает, уже воздух разогнанный. В общем, мне кажется, это как-то так работает. Теперь я надеюсь, когда вы задумаете делать что-то подобное, как-то экспериментировать с лопастями, экспериментировать с соосной схемой и вы и я, мы будем знать, что нам делать, что ожидать от этой силовой установки. Ссылки на винты и на моторы я оставлю в описании под этим видео. Но помните, если будете заказывать 30 дюймовые винты, то нужно брать двигатели где 120 кВ, а не 90. Тогда можно будет полноценную тягу получить. Можете дождаться, когда ко мне придут 35 дюймовые винты. Я еще раз буду все это дело тестировать, смотреть. По крайней мере, один двигатель я точно протестирую. И тогда можно будет понять и сравнить, правду ли говорят китайцы, что он может под 20 килограмм выдавать. То есть там 19,5-18,8. То есть там при немного разных условиях под 20 килограмм должна быть тяга. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!